Первый танцевальный форум «Камчатка Дэнс Кэмп» прошел в минувший уикенд на берегу Тихого океана. В рамках фестиваля на Халактырском пляже собрались более 250 человек. Участники давали мастер-классы и обменивались опытом. Я могу сказать, что сегодня очень крутая погода, вот прям подходит под данное мероприятие. И, конечно, хотелось бы гораздо больше подобного проводить для нашей молодежи, для наших танцоров подрастающего поколения. Вот, сейчас танцы на волне и хочется, чтобы «Камчатка» тоже танцевала. Я была во многих лагерях и я скажу, что это, конечно, уникальная возможность на побережье Тихого океана провести такое мероприятие. Очень круто, свежий воздух, а еще и когда вот так ярко светит солнце, ну, полный комплекс удовольствия. Танцы, солнце, океан. Главный эксперт фестиваля – гость из Владивостока Наталья Сердцева, многократный победитель всероссийских и международных соревнований, танцор и хореограф, удивила всех участников своей техникой и сама осталась под впечатлением от Камчатки и ее жителей. Все очень классно, все очень понравилось, очень открытые ребята. Место правильное, вообще на природе, в таких местах, ближе к природе. Всегда очень здорово, всегда очень классная атмосфера, всегда очень душевная, это самое главное. Всегда очень все открыто, и как педагогу ты даешь информацию, и так же, как дети воспринимают, а не то, что в четырех стенах там где-нибудь. Поэтому в таких местах нужно продвигать, тем более на Камчатке это такая ее фишка, прям природа, океан, вулканы. Особый интерес у участников и зрителей вызвал мастер-класс по этнической хореографии чукотского преподавателя. У меня это первый опыт с ребятами приезжими, ну, не коренными, и проведение именно национальных танцев, движений, небольшая история, откуда были рождены танцы и что обозначает то или иное движение. Ребятам очень было интересно, мы специально работали, спасибо, что такие ранги построили, и мы внутри могли просто потанцевать. Помимо прочего, в программе фестиваля были организованы круглые столы на тему развития танцевальной культуры на Камчатке, а также туристические прогулки. Примечательно, что среди участников форума были и воспитанники школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К нам приехали также дети-сироты в количестве 10 человек, которые тоже, конечно, присоединились к общему движению и вместе со всеми ребятами учились танцем, сидели с нами за круглым столом, слушали, впитывали в себя и приобщались к общему танцевальному движению. Всех ребят мы покормили, это была такая душевная обстановка, которую отметили также наши владивостокские гости, сказав, что так душевно, наверное, не принимает ни один регион нашей страны. Главным результатом форума станет популяризация современных танцевальных течений и заметный рост уровня профессионального мастерства творческой молодежи. Подпишись на каналы МассМедианьюз в Facebook, YouTube и Instagram. Субтитры создавал DimaTorzok